Привет, мои дорогие! Дорогие те, которые очень, и те, которые совсем не очень, всем вам привет! Сегодня мы снова возвращаемся к мопедам, и перед нами сегодня обыкновенный мопед из полка АВР. Ко мне обратился мой подписчик с такой просьбой. Так как ссылки YouTube не пропускает, рекомендую всем отправлять мне повторы вот в такой форме. То есть вот этот реплей не обязательно, а вот только вот эти циферки, циферки, которые стоят в конце ссылки. Привет, Волка! Посмотришь повтор. Игрок Ганкер из полка АВР, ТРБ, Карпаты и время событий. Заранее благодарю. Как и обещал, я посмотрел этот повтор, и сейчас мы его вместе с вами разберем. Итак, игрок из полка АВР, ник Ганкер. Профиль игрока. Создан 4 ноября 2012 года. Наиграл он 7500 боев в РБ, 9900 в Аркаде и 220 в СБ. Статистика по Тандерскилл, 88% коэффициента порезанного действия в РБ. Мега нагибун, мега нагибун. Давайте глянем историю сквадронов. Как давно он попал в полка АВР? О, да это шалава, ё-моё. Наш читак с 14-го года в Фуфушниках. Да, в Фуфушниках, ребятки, нехороший полк. Мало того, что там есть читаки, так они ещё и всем полком защищают читеров. Кто не знает, может погуглить на моём канале инциденты с полком Фуфу. Был серьёзный инцидент с ихней девахой, которая читерила в открытую, не парилась, и они её хором защищали. Причём защищал их не только весь полк, но и командир этого полка. В итоге эту деваху забанили, а фуфушники остались с печальной репутацией. И с 6 октября наш парень в полку АВР. Не знаю, АВРчики, вы в курсе насчёт вашего однополчанина? Парень-то на счетах. Ну ладно, ребят, хватит разглагольствовать. Давайте смотреть. Устаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Хорошо, когда мне присылают сообщения, вот в таком формате. Я раскопировал этот номерок, захожу на сайт трансляции и повторы, нажимаю адресную строку, нажимаю вставить и хоп, Карпаты, поехали. При этом ник игрока также я копирую поиском, так и раз, и я уже вижу, где он находится. Я его выделяю и отправляю себе в табличку. Карта Карпаты. Генаш тут подозреваемый. Я, конечно же, ребят, этот повтор уже смотрел. Смотрел его на двух вариантах графики. Сейчас мы с вами смотрим на ультралок графики в разрешении 4К. Я его также посмотрел на 2К разрешении на средней высокой графике. Никаких отличий я не заметил. Там, где не видно, там не видно. Убираем списки. Что наш, крашеный-раскрашенный? Кто на свете всех мерее, всех румяней и мерее? Давайте немножко ускоримся. Первый просмотр не в маркер, как бы рядышком, но можно подумать, что он просто глянул, ребят. Но тайминги не говорят, что в этом месте должен быть танк. Как мы знаем, ребятки, по таймингам танки у нас будут находиться вот там примерно в это время. И вот там. Ух ты, отлично, отлично. Камера вообще хороша. И вот там. Вот здесь. Это по таймингам. А наш чувак уже чекает вот это вот место. Ну, скорее всего, парень решил на маркер глянуть. Лоханулся. Не будем придираться, это не момент, это не показатель. Сейчас он будет поворачиваться и смотреть на танк. Включаем маркера и смотрим. Замедляем. Кто-нибудь что-нибудь, ребят, видит? А? Кто-нибудь что-нибудь видит? Нет? А так? А так нет. А так да. А так нет. А так да. А? А теперь, конечно же, пиксель беленький был, видно. Спешит наш читер, спешит. Спешит. Танка еще не видно, а он уже их рассматривает. Это первый звоночек палево. Это первый, который я сразу же понял. Скорее всего, читак, думаю. Ну, мы к этому тоже не будем придираться. Момент не стопроцентный. Смотрим дальше. Тем более, он здесь не попал. Скажут, да был бы читак, уже попал бы давно. Да, возможно. Вот у нас БМПХ едет. Сейчас он ее очень быстро встретит. Ну, тут можем объяснить этот момент, что по звуку он ее услышал. Хотя по звуку здесь у нас какофония. У нас звуки со всех сторон. Так же, читак наш спешит. Но мы тоже к этому моменту не будем придираться. И вот он. Вот он настоящий палевный момент. Никола из полка СНГ. Ты даже не подозреваешь, что тебя сейчас хочет перестрелить читак. РПУ, конечно же, с первого раза не дает этого сделать. Но читак, он и в Африке читак. У него есть второй раз и третий раз. Тем более, стреляет он через деревья. Подсветил, ведет за маркером. Вот это уже, вот это уже палево. Конкретное палево. Здесь танк не видно ни на ультралоу графике, ни на средне-высокой графике. Но тут БВМ-ка внизу гудит. Гудит, ее слышно. Но он смотрит не на ту БВМ-ку, а на вот ту БВМ-ку. Вот он. и не попал читак имея упреждение для выстрела все равно шара не попал к 50 так давайте посмотрим как тут у нас на ультра лоу потому что я смотрел первый раз на средне-высокой графики и к 50 было видно местами было видно не здесь ребят не видно и он уже ведет но мы тоже не будем придираться не будем придираться к этому моменту читака нашего грохнули и мы переходим с вами к следующему повтору с участием данного мопеда это был повтор за 13 декабря теперь мы посмотрим за 15 декабря ордены захват номер три так убираем списки и включаем камеру от лица игрока уже чекает маркера уже видно уже видно дальше таки сразу парятся видно их поведение видно смотрите уже повел по маркерам тут конечно же видно стало сразу как только как только здесь пока еще и не видно но он уже целится так ему говорит и понеслась работаем через дым вот здесь у нас также танк вмещается он за ним ведет ну видно видно чётко ребят видно наконец-то казну снял выезжает сосед еще не успел он появиться и групп уже ведет его так осмотрелся нет для маркеров да кинул дым назад на всякий случай вдруг некоторые танки щитом не прорисовываются поэтому кинул дым давайте ускоримся пусть починился и поедет ага он думает я самый умный поеду-ка я на край карты и оттуда буду всех стрелять я не пойму как этот дурачок до сих пор еще живой как он до сих пор еще не в бане либо их таких дурачков слишком много либо кто-то лентяйничает да вот они чек-чек-чек хоп-хоп-хоп поехал танчик ребят поехал танчик давайте глянем где он находится свободная камера конечно же свободная как хочет себя так и ведет оп и поехали посмотрим где наш танчик находится а танчик находится за бугром и он его не должен видеть а а он его видит ведет танки за буграми вот незадача да вот тоже танк у нас уедет за бугром отметку это он поставил точно он поставил о удачно выехал 47 47 тоже у нас находится за бугром и вот снова у нас все вар тандр нам больше не позволяет включать камеры выбираем свободную камеру и ни хрена другую свободную камеру движения и ни хрена закрепленную свободную камеру и также ни хрена о это хоть работает ну ладно только я не пойму куда он смотрел конечно же наверно вот на этого да наверно вот на этого да конечно же за бугром деревьями а тут теперь его видно как-то странно да снова ведет стреляй да 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 блин почему таких не банят ребят как вы думаете почему таких не банят что происходит со словами гейммастеринга что такое какие-то посторонние звуки кто это стреляет я не пойму вот я смотрю повтор и я не понимаю вартандер как можно понимать кто это стреляет что это стреляет неужели нельзя починить а че я спрашиваю а просто риторически это ответ нельзя починить починить нельзя так и живем читеров много багов еще больше хотя хрен не узнает чего больше ребят чего больше багов или читеров в этой игре как вы думаете напишите в комментариях ну у нас новый год скоро и будем ждать с вами чудес игра очень хорошая игра очень хорошая аналогов нет но блин читеры баги и рпу все портят все портят но так как нет альтернативы нет конкурентов поэтому вартандер сильно и не чешется деньги к ним идут причем немалые доллар поднялся цена в рублях поднялась доллар упал цена в рублях не упала конечно же привычка привычка скоро новый год и мы с вами ждем скидок как вы думаете скидки будут 50 процентов или нас снова назовут бичарами продолжим ждать новогодних чудес возможно в этом новом году случится чудо и вартандер действительно станет лучше но вам мои дорогие спасибо всем огромное за вашу поддержку за ваше внимание и за ваше понимание берегите себя и своих близких до новых встреч пока пока